Здорово! Good morning, children! Good morning! How are you today? Good morning, Лариса Анатольевна! Куда поехал? Куда поехал воевать? А, ты на Украине был, да? Ну я... Долгая, короче, история, давай не будем про меня Нет, просто Ради интереса долго там был, нет? В каком году? Да, короче, его не пустили в Украину Потому что он русский Его украинцы не пустили в Украину за них воевать Потому что он русский И он просидел в Румынии 4 месяца В итоге вернулся обратно То есть я волонтерил там, помогал ЗСУ, беженцам Сколько по деньгам дали? В Америку назад Сколько по деньгам дали? Нисколько, я свои потратил Я снаряги передал в ЗСУ свои собственные На 6 штук баксов Плитанов, шуточники Слушай, ну только Только не рассказывай, что это не было из... Хуя! Я живу в Америке, у меня все в жизни хорошо Я работаю, у меня вообще все отлично У меня машина стоит 35 штук баксов Нахера мне как бы вот это все ехать умирать куда-то Ну то есть это... Пради бабок Хочешь сказать, что это было, блядь, какие-то сердечные соображения? Или все-таки какой-то, блядь, был социальный... Слушай, я приехал впервые в Украину в пятнадцатом году, чтобы попасть в АТО Вот думай, какие прапа я с тобой ношу каждый день, да? Сверху, как американцы сворачиваются Ну... Желто-блокитный, да, я это понимать Ну вообще синя-желтый Потому что не... Ну вообще, как они говорят, жёлтый Нет, так не говорят Ну, а я ещё покажу Вот мы просто сидим посмотрим А у меня висит флаг с киевской терроробороны С подписями, собственно, защитников Киева Мне послали друзья, которые... Вот эта киевская терророборона группа С Ну группа С, ну да, да, понимаю То есть ты без бонусов всяких, да, там социальных Просто так от души, да, сделал? Конечно, конечно Слушай, победит Украина, победит и Россия тогда И начнёт что-то у вас меняться тогда Понимаешь, я гражданин России, да? Подожди, подожди Если победит Украина, то победит и Россия тогда И у вас будет меняться жизнь к лучшему А не в том говне, в котором вы сейчас живёте А в каком мы говне сейчас живём? Это сложно объяснять Ну так ты попробуй Вот я вот здесь живу Зачем? Смотри, 10 месяцев войны уже Стой, стой, стой Подожди, подожди Давай с самого начала Мы можем обсудить всё, что угодно Мы не торопимся же, правильно, да? Да, понятно Мы не ругаемся, да Мы абсолютно спокойно Тезисно, тезисно Тезисно можем всё обсудить Расскажи, пожалуйста, в каком говне я живу? Ну смотри, если ты не считаешь, что ты в говне живёшь Не-не-не, ты объясни, в каком говне я живу Ты мне объясни вот я, в каком говне живу Или, может быть, мои соседи Ну, объясни просто Я готов выслушать всё, что угодно Я просто хочу Подожди, он же меня спрашивает Я должен ответить за слова Подожди Хорошо, ладно Я просто хочу услышать важный тезис Не просто общие фразы какие-то, а тезис Важный тезис Объясни мне, пожалуйста, в каком говне я живу В том, что ты не можешь изменить окружающую тебя действительность Ну так расскажи Влиять на то, что происходит даже в мытии Расскажи мне, как ты поменял свою окружающую среду, когда ты приехал туда Расскажи, пожалуйста, мне, как ты поменял свою окружающую среду, когда ты приехал сюда Давай объясним Ты гражданин вообще или нет? Нет, нет У меня ещё до гражданства два года А ты гражданин, да? Давай объясню разницу Он гражданин Украины Ой, Белоруссии А я России А, так вы не граждане там, да? Нет Мы не граждане США, если ты про это Мне до гражданства два года Я тоже там в процессе ещё два года Так, ну хорошо А вы, наверное, знакомы, да, со своими соседями, там, может, с какими-то гражданами США, да? Конечно Расскажите, расскажите, пожалуйста, как они повлияли, да, на свою внешнюю обстановку? Постоянно, например, в каждой? Голосованием, постоянным Так, 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 голосованием, ну, ну, расскажите, пожалуйста, за кого они голосовали? Прямые, прямые выборы, да, там есть? Или какие? Ну, я тебе говорю, даже конкретно, вот смотри, есть развод дилитивный такой Вот, например, ну, это 2018 года Ага Это бюллетень? Это бюллетень? Это бюллетень? Да, это бюллетень Вот, видишь, такая толстая книжка Ну, это бюллетень? Тут до хрена всяких изменений Вот смотри Это, видишь, называется Official Walter Guide Official Walter Information Guide Official Walter Information Guide Information Guide Вот, дальше идёт на выборах Какие предлагаются какие-то поправки Вот в том месте, где я находился Так, голосование за поправки в Конституции, да? Не в Конституции О, нет, поправку Сколько всех поправок в Конституции? Дожди, подожди, секунду В Конституцию Нет Это законы либо штата, либо каунти Вот в котором мы живём Подожди, это федеральные или штатов? Вот это сейчас гайки И федеральные, и штата, и каунти Потому что в зависимости от того, в том месте, где ты находишься В одном, где ты находишься А? Ну, ну А, ну, подождите Это у вас, понятно Ну, у нас тоже предлагалось, да Голосование за поправки в Конституции тоже пакетом Бля, ты что ты с Конституцией? Ты не понимаешь? Вот смотри Ты мне говоришь, в том месте, где я живу Я тебе конкретно объясняю Вот в том месте Вот в городе Я живу в городе Даже в райончике маленьком Вот это что? Вот это что? Вот это что? Это те предложения А? О законодательной форме Правильно? Ну А Конституции Это что, не законодательная форма? Конституция на все штаты Изменить конституцию штатов Это вообще очень сложная хрень А закон принять в том месте, где ты находишь Там в городе Либо Ты понимаешь, что федерация Федеративное устройство государства И штатное Да Это абсолютно разные вещи Среди 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 Штатов Это федеративное устройство Это когда Есть один единственный закон Да И он распространяется на все Республики Нет Нет Федерация, это как раз Когда каждый субъект федерации Имеет собственное законодательство В этом контексте одна из проблем Российской Федерации Что она нихуя не федерация, а унитарная на самом деле Дело в том, что Если это речь идет О республиках Автономиях и все в этом роде Здесь уже разный разговор Это касается областей Федерация, даже Брянская область Должна иметь право Сама принимать свои законы Брянская область Серьезно? А Московская область Раз вы федеративная страна То Московская область имеет право Принимать законы Отличные от другой страны Вы откуда это взяли? Мне интересно Подожди Давайте по очереди Давайте по очереди Ничего не понимаем Подожди На какую статью Конституции Вы ссылаетесь? Говоря о том Что Московская область Может принимать отдельную Конституцию Не слушай этого белоруса Он в России никогда не жил Я там прожил Конституцию На мой вопрос можно? Я могу на свой вопрос Могу на свой вопрос получить ответ Нет? Слушай Я в 99-м году Закончив 9-й класс Ожидаю Подожди 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 Это важно Короче Ну хорошо Короче Мы проходили в 9-м классе Политологию И я так сука проникся Я пошел в книжный магазин Купил себе Конституцию В 93-м году написанную Да? Я начало прочитал ее всю Сам по собственной инициативе Если не ошибаюсь Конституция была принята в 91-м году Нет? В 3-м А может? И издание Может быть После того как Расхуячили Белый дом Вот когда Это Может быть Так вот Я прочитал ее всю Тогда еще В 9-м классе Ну Перед 10-м Летом Я С карандашом За ухом ее читал Я обводил Я подчеркивал Я там Выписывал даже что-то Мне очень нравилось Посмотрите на нее Ну и так я политиком Блядь И нас предателем В итоге и стал Так вот Я статью тебе сейчас Не процитирую Потому что я уже Почти 8 лет Не в этом медийном поле Мне не интересно Что в Рашке происходит Ну вообще То есть я Привык заботиться О своей стране Где я сейчас жил Если ты сейчас гуглишь Эту статью То Пожалуйста Погугли за меня Мне лень просто Российская Российская Федерация Эквивалента Слову Россия Там бла-бла-бла-бла-бла Является федеративным Государством Там про субъект И все написано Это в первых главах Первая там Вторая где-то В тех краях В самом начале Само понятие Смотри Есть федеративная Есть унитарная Вот Беларусь Например унитарная Страна Как и Украина Кстати унитарная И они за свою Федерализацию Бьют ебало Потому что Они такие Блядь это Сепаратистские настроения У них нельзя А Россия Федеративная Страна В которой Каждый Субъект Федерации Если это Субъект Федерации Имеет право Принимать Свои законы Вообще Отдельно И должен Выбирать Лидеров Отдельно И это Касается Даже Не только Извини Областей Но даже Города Мытища То есть Никто Если вы Выбрали Губернатора Мытищ То никто Не может Его Снять С этой Долг Ну Так Должно Быть По идее Подождите Подождите Товарищи Вы Начинаете Немножечко Блядь Заскакивать Далеко А вот Это Можешь Рюкзак Свой Показать Еще разочек А вот Это Знаешь Что за Символ Такой Вот Это Вот Вот Этот Да Нет Выше Нет Вот Да Это Шеврон ЗСУ Нет Дело В том Что Это Исторически Вилка Это Символ Гладомора Нет Вообще Исторически По словам Если что Ты Не поверешь Сейчас Но Украинцы Этого не знают Даже Леша Ты знал Что Да Он тебя Тролит Нет 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 Смотри Смотри Нет Это Символ Гладомора Это Символ Гладомора Я очень Сомневаюсь Что мы Охуеем Короче Как Справженный Как Справжный Украинец Даже Леша Беларусь Украинцы Друзья Мои Многие Думают Что это Вилка Это Трезуб Они его Называют На самом Деле Вот это Пикирующий Сокол Вниз Да Если перевернуть Это Вилка Символ Гладомора Нет Как бы Нет Ну Реально Нет Ну я Понял Да Ну а Гладомор Гладомор Нет Почему Прапор Не желто Блокитный А синий Желтый Потому что Он читается Сверху Вниз И первый Цвет Синий А не Голубой Все Понятно Что ты заводишь Я не понимаю Ну Сидит Чувак Тролит Просто Ну Он же Он же Объяснить Что-то Сразу Он же Он же Сидел В Латвии За Украину Сидел В Латвии Блядь На Что ты Мозги ему Ебешь В Румынии В Румынии В Румынии В Румынии Посидел За Украину Ну и что В Латвии В Румынии Тебе Так Нету Таких сил Для того Чтобы бомбить Украину Именно поэтому Они Действуют Как это называется Гибридными силами Да Зеленые человечки Гибридная война Их Зеленые человечки Гибридная война Голосовали Под дудулами Автомата Заблудились В любом Войнторге Можно купить Какие там еще Мемы 14-го года Вот эти все Ну кстати По поводу Заблудились Кстати По поводу Заблудились Украинская Власть Действительно Отдала 20 человек Российских Военнослужащих Действительно Признавших Их Не Агрессорами И отдала Их Без обмена Это вы можете Эту информацию Найти В свободном доступе Я что-то не понял Почему это вообще Отдала Без обмена 20 Ну хорошо Отдала Ну заблудились Заблудились Да там Какая-то Отбились Во время учений Да Отбились Там же границы Нету На территории Отбилось По-моему Два БТРа С военнослужащими Отбились То есть Их взяли в плен Там кто-то там Один или два раненых Что-ли было Их взяли в плен И после этого Их вернули Российской Федерации Признавших Их Много лет Пятая Я не понимаю Зачем слушать Ристовича Жганова Неважно Подождите Секунду Подождите Секунду Как понять Зачем Это люди По важности Второй человек По важности Как не послушать Долбоебов Это второй человек Оооо Товарищи Как понять А кого надо Слушать Как их Меня определить Подождите Подождите Как мне сейчас Как мне сейчас Определить Кого мне слушать Короче Ооо Бро-бро-бро Отличный вопрос Охуенный вопрос Слушай Подождите Подождите В моей стране В моей стране Это определяется Как-то по Должностям По фамилиям Бро Я тебя зацитирую Это важно Короче У меня мой начальник Однажды присылает Цитату На английском языке Которую ему Короче От Юли Тимошенко Я ему вкратце Объясняю Кто такая Юля И он такой Окей Алекс А кому Блять Верить Как вообще Получать информацию Я говорю Марк Ты у меня задаешь Эксистенциальный Блять Сука Вопрос Настолько сложный Вообще В жизни В политике Кому можно верить Марк Не верь Никому Всегда Все подвергай Сомнению Ищи Третий источник Информации Он американец Из Миссисипи В седьмом поколении Миссисипец Такой типичный Знаешь Он Про себя иронично Говорит Что я реднок Я такой Я ж тупой реднок Типа хули ты от меня хочешь Но он очень У него Он глава компании Как он тебя называет Как он тебя называет Алекс Меня Саша зовут Не он говорит Он тупой Реднок Он про себя так говорит Нет он про себя говорит Реднок Это красношеи Это значит Быдло Фермеры Фермеры Быдло Ну да Потому что они Работали в поле У них Постоянно Загарно Я понял Кто такие Да И он Хотя у него Компания собственная Я у него работаю В нефтяной компании Он при этом Иронично Говорит Слушай подожди Короче Так вот Марк у меня То же самое Спрашивает Кому блять верить И мы с ним Периодически Он знает Что иногда На модернер-лоте Вместе Ездим на одной машине Он такой Он возраст На моих родителей 60-го И он периодически Спрашивает А вот Как это Как то Как все Вот ты же Политикой Расскажи Мы мыслями делимся Я либертарианец Например Капиталист Такой И вот мы с ним Беседуем Беседуем По дороге Час до работы Час обратно Очень часто Разные темы Перемусоливаем И он мне постоянно Кому верить Кому верить А где информацию Получать А вообще Я говорю Никому Для начала Выкини нахуй Свой телевизор В Миссисипи Утопи в реке Я то же самое Говорю родителям Нет Не надо Не надо Природу загрязнять Просто разбей молотком Я Когда отец Мне пишет Что-то Я говорю Бери телевизор Выходи На середину Аби Он в Сибири Там живет На берегу Аби А мне интересно Ты сам Откуда информацию получаешь А Это самое сложное Это самое сложное Найти источник Должно быть легко Ты думаешь В Краине нет пропаганды Да конечно Есть на хуя Смотри Есть в геодезии Такой термин Очень классный Называется Треангуляция Дело в том что пропаганда Само по себе Не несет ничего плохого Ну Несет как бы Я не люблю Когда мне пытаются Вкачивать какую-то хуйню Подожди Подожди Ты когда покупаешь Ты когда покупаешь Какой-то бренд Да Именитый Это же Последствия Вот ты в самую точечку попал Никит Ты в самую точечку попал Потому что для меня Выбрать что-то Это пиздец Для меня это челлендж Я долго сижу Я изучаю По-братски Буквально Буквально минуту Буквально минуту Сейчас это Я Пойду Пиво вылью Да Блин я не знаю Мне просто кажется Что я тоже патриот Внезапно России И мне кажется Что Для России Эта война Идет в минус А не в плюс То есть Она ничего из этого Хорошего не получит Ну а пример есть Допустим Какой-нибудь Нет Ну пример Смотри Ну пример В смысле пример чего Ну пример минуса Ну начнем с того Что Россия И так Самая большая Страна в мире У нее дохера Всяких Ресурсов Которые она может Использовать На свое собственное Внутреннее развитие Вместо того Чтобы развивать Внутри свою страну Используя кучу бабла Которые ты получаешь С ресурсов Имеющихся на твоей территории Ты тратишь эти деньги На ракеты И вооружения Чтобы убивать Жителей Украины Надеясь Заполучить Эти территории Себе Которых у тебя И так Выше крыши Тебе не нужны Другие территории Зачем у тебя Внутренних ресурсов Просто Жопой жуй Хочешь прикол? И живи Как Как этот Как падишах Блин То есть Вы считаете Что это Война За территорию Нет Одна Это Одна Из причин Но я Я считаю Ну Я считаю Подожди Стоп Подожди Я считаю Что это Война За влияние То есть Россия За 30 лет Просрала Все влияние На постсоветские Страны Просрала На это Влияние Под мудрым Руководством Уважаемых Владимира Владимировича И прочих Я как Беларусь Говорю Как украинцы И прочее Влияние На это Своё Просрало Потому что Не смогла Нормально Развиваться Дальше И Украинцы Такие сидят Думают Хм Кого нам Выбрать Россию Которая Все что может Нефть и газ Продавать Или например Европу В которой Кучу всего Мы можем Свои ресурсы Я могу Маленькую Ремаруцку Сделать Ну я Закончил В принципе Я могу Маленькую Ремаруцку Может даже Большую Российская Федерация В 2020 Году Достигла Исторического Максимума По Золотовалютному Запасу Как вы Считаете Это Посредством Чего Было Достигнуто А зачем Золотовалютный Запас Вообще Действительно Различным Странам Это практика Международная И зачем Это нужно Хороший Вопрос Золотовалютный Золотовалютный Запас Складываешь Деньги В золото И складываешь Их где-то На складе Чтобы Что Правильно Все правильно Это Международная Практика Да То есть Это Все Страны Правильно Чтобы Что Франция Да Франция Германия Чтобы Что Для Кого Чтобы 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 Того Чтобы То есть Это Условное Название Золотовалютный Запас То есть Это Не то Чтобы Это Не Условное Название Это Конкретно Золотые Слитки Никита Это Конкретно Золотые Слитки Прямо Конкретно Дело в том Что Это Мнение Достаточно Распространенное Золотовалютный Запас Это Чисто Единица Цифра Которая Была Заблокирована По решению Европейского Союза Или Вы считаете Что это Где-то Было На границе Подождите 300 миллиардов 300 миллиардов Было Заблокировано Долларов Это Прям На границе Вагоны Были Заблокированы Это Лежащие В банке Деньги Вот так Было Заблокировано Активы Мудрые Руководители России Вложили 300 миллиардов Баксов В иностранные Банки И после Этого Начали Войну Вместо То Что Вывести Оттуда И начать Войну Дело В том Что Внешний Капитал Он Не Может Крутиться Во Внутренних Банках Он Именно Приобретается За Доллары Я не спорю Но когда ты начинаешь Войну Иметь Но когда ты говоришь Мегамозгом Когда ты говоришь Про Золотые Слитки Это Блядь Просто Из Давай Ступил На Ту Землю В Которую Ты Не Понимаешь Давай Просто Подожди Давай Золотой Запас Это Конкретно Вот Прям Конкретно Золотые Слитки И Валюта Которая У тебя Есть Но Эта Валюта Может Быть У Тебя Либо Ты Как Тебя В Иностранные Банки Страны НАТО Против Которые Ты Собираешься Воевать 300 Миллиардов Золотых Слитков Были Заблокированы В поездах На границе С Европой Нет Золотые Слитки Где-то Лежат В России Где-то В России Да Бриллиентовый Десят То есть Ты так Себе Видишь Золотовалютный Запас Что То есть Ты так Себе Видишь Золотовалютный Запас Правильно Да Его Название Золотовалютный Запас Это Это Прям Золото Это Реально Золото Золотые Слитки И Валютный Запас Валюта Валюта Размещенная В каких-то Банках Золото Его Название Это Название Прям Конкретно Обозначает Что Это Такое Золото Валютный Запас Плавно Перерасставить В семантику Вот Реально Это Не Какое Что Что Это Реально Вот Прям Валютный Вот Они Лежат Такими Вот Штабелями Эти Золотые Слитки Где-то В России Не знаю Там В хранилище Золотого Фонда Я не знаю Где в России Я могу Скать Где в Беларуси Я знаю Где в Беларуси Золотовалютный Запас Беларуси Хранится Например Все знают Потому что Лукашенко Раз в год Ходит И фотографируется Золотые Батоны Янукович Ёбнутый Наглухо Конченый Диктатор Ходит И фотографируется Золотовалютным Запасом Беларуси Как Дебил Я Я Просто Представляю Как он Вот Как Скучь Магдак Помнишь Скучь Магдак На самом деле Так и есть Нырял В золото Как Дракон Просто Ёбнутый Наглухо Усатое Дело в том Что Золотовалютный Запас Это понятно То есть Какой-то Определенный Процент От Внешних Торгов Действительно Переводится Во внутренний И переводится В золото Потому что Исторически Золото Действительно Растет В цене Но Дело в том Что мы Если говорим О золотовалютном Запасе Это неоднородная Масса Это просто Это просто Это просто Активы Это просто Активы Активы Внешние Внутренние И запасные То есть Это общее Подожди А что ты под активами Имеешь ввиду Я все-таки считаю Что в золотовалютный Золотовалютный Золятый Это конкретно Слитки И конкретно Валюта Активы Если это владение За рубежом То это уже Не золотовалютный Дело в том Что Благодаря Дону За рубежом За рубежом Владеть Кем-то Российская Федерация Может В единичных Случаях Это если Это выкупленная Территория Под посольство Понимаешь Да Или ты говоришь Про каких-то Олигархов Нет Я говорю В моем представлении Активы Это вложение В какое-то Производство Все правильно Все правильно Да Инвестиции Да Вот это активно Все правильно Но это точно Оно не относится К золотовалютному Запасу 100% Нет Нет Это активы Именно активы И они оцениваются И это все В общей массе Золотовалютный резерв Он не просто Золотой резерв Правильно Нет То что ты говоришь Это может быть Оценится в ВВП Это не относится Нет Подожди ВВП Это вообще Отсюда Никак Это не относится Эти активы Не относятся К золотовалютный Запас Это запас Золота И валюты И валюты Все правильно Это понятно Золото И валюта Все Это золотовалютный Запас А поскольку А поскольку До определенного Года Российская Федерация продавала газ, нефть за валюту международную, то есть это доллары, до определенного момента. Ну или евро. То есть все те же доллары. Это были просто циферки. Просто циферки где-то на международном валютном фонде, правильно? Это была валюта, которую получала Россия. Как она ее могла получить, если это внешний капитал? Ты понимаешь, что это разница? Есть внутренний капитал и внешний капитал. Это вообще... Я тоже не понимаю. Внешний... Ребят, серьезно? Дело в том, что два разных капитала. Нет, нет, я понимаю. Я понимаю, что такое внешний внутренний. Я не понимаю, почему плата за нефть и газ это внешний капитал. Почему это внешний капитал? Потому что доход от нее мог тратиться исключительно только в долларах. Почему? Ну вот так это устроено. Почему это внешний капитал? И так это устроено. Вот так это устроено. Исключительно в долларах. Продажа от внешних ресурсов исключительно продажа в долларах. И какой-то там процент поступал на внутренний рынок и на эти деньги в обмен печатались рубли. А, я, кажется, понял. То есть, ты имеешь в виду, что за продажу нефти получались доллары, на которые покупался какой-то импорт, который, например, поставлялся в Россию. Как минимум это существует такой вот эмоции загуглить внутренний капитал и внешний капитал. Нет, я понимаю, что есть внутренний капитал. Внешний торговый капитал. Продавалось нефть. Он происходил в долларах. Например, в Европе продается нефть в Европе. Они платят на это евро. Китай торговал на внешнем рынке, торговал и приобретал в долларах. То же самое делал и Евросоюз. Но между собой они в евро, конечно... Это международные валюты, на которых осуществляются сделки. Да, это единственная валюта такая крепкая, доллар, которая стабильная считалась. Именно поэтому она... И, кстати, по распоряжению, по-моему, если не ошибаюсь, международного валютного фонда, да, все операции должны были происходить именно в самой стабильной валюте в долларе. Поэтому это внешняя валюта. И да, какой-то момент, да, там накапливался в золотовалютном, действительно, в золоте, это бесспорно. Но существует еще внешний капитал, который хранился просто в цифрах. Где-то у кого-то цифра какая-то... А что там, что там хавыш, колбаса? Колбаса, колбаса. А у вас что, колбаса есть? В Америке есть все, го! Нету, конечно, колбасы. Не-не-не, не в том смысле. Не в том, не в том плане. А я просто имел в виду, а вот это что, свининка, говядинка или что-то такое? Ну, расскажите поподробнее, если вы пил. Необычное с салями, слушай. А, салями, все. Все, все. Да, сейчас посмотрю, из чего. Самому стало интересно, из чего эта колбаса. Я иду добровольцем. Блядь. Куда ты идешь добровольцем? Можно я тебе отвечу? Поевать с Украиной? Можно я отвечу, пожалуйста. Ну, давай. Короче, про закон. Это очень важно. Ну, я просто реально в политической теме в России много лет прожил. Так вот, смотри, Иисуса распяли, даже если это ист. Сфига ты благородная. Это по закону. Холокост был по закону. Вешали... Ну, кстати, да, Холокост был по закону. То есть, вот эта вся хуйня происходила по закону. Гестапо по закону. Гулах по закону. Да, Гулах по закону. То есть, избиение, убивание негров здесь в Америке до 861 года по закону. 65-го, извиняюсь. 61-го в России. А госперевод в Украине был по закону? Нет. Это было не по закону. Я против закона. Я нон-конформист. Я такой же панк, как и ты, Никита. А я металлист. А я не панк, я металлист. Я не знаю, в Конституции России написано ли это, но в Конституции Украины написано, что власть от народа. Народ это власть. Так, вот это прям первая строка. Я все понимаю. Народ проголоснул? А? Народ не голосовал в итоге? Пока в Конституции. Понимаете, народ проголосовал за то, чтобы Янукович был президентом. А когда он начал делать хуйню, народ вышел на эту площадь. Просто так получилось, что я конкретно был на этом Майдане, потому что мы из Минска поехали в Киев смотреть оперу Борис Годунов случайно. На твоем месте я бы об этом не распространялся. На данный момент это небезопасно. Ему продолжат трудно. Здесь, в Калифорнии. Да, я приехал в Киев и это море народа, там больше миллиона просто было на улицах и так далее. Но это был 31 ноября, 1 декабря. Потом там все столкновения дальше пошли. Когда народ чего-то требует. Народ, то есть по конституции народ источник власти. Так написано в конституции. Первая статья, то есть самая конституция. Народ источник власти. Народ источник власти. Все правильно, да. Он может выбрать президент, несомненно, выборы президента. А вы не напомните вообще принципы демократии, они в чем заключаются? Даже интересно. Ну, демос и кратус демос это народ, кратус и власть. это дословный перевод с греческого, я понимаю, да. А принципы демократии, да, которые... что власть большинства должна быть? Я не знаю, я не знаю, большинство. Я за звезды десанта, выбор на хайлайна и за избирателей центра. Смотри, демократия, вот когда идут выборы, ты выбираешь, ну, то есть, например, большинство людей, голосуют за Путина. Вот такая ситуация. Голосуют за Путина... Не предположим, это факт. Там 55%, да? 80%. Но при этом 23% голосуют за Дюганова. то есть, людей, хотящих коммунистической власти, например, 23%, мы на них хуй кладем? Ну, власть большинства, это демократия. Нет, власть большинства это фашизм. Вот в этом и есть разница. Подождите, у фашизма есть... Демократия, демократия рождает фашизм. Хорошо. Ты говоришь, что власть большинства и мы кладем хуй на 23% желающих Дюганова, это фашизм. А, то есть, должно быть наоборот или как? Нет, не наоборот. Должно быть так. Мы выбираем Путина и Путин такой говорит, поступает перед выбравшими их людей, говорит, спасибо, что вы меня поддержали, но я и прислушаюсь к тем 23% жителей нашей страны, которые хотят вот такого развития нашей страны. Я вас услышал, я такой же ваш президент, как и... Я складываю полномочия, да? Нет, не складываю полномочия. Я вас слышу и ваши чаяния я тоже буду принимать во внимание. Просто я... Что ты за хуйня говоришь? Я не понимаю, да. Откуда ты взял эту хуйню? Это демократия, чувак. Это пиздобойство. Это демократия, чувак. Он говорит прям статью из Википедии переставал. Это демократия. Вот это и есть демократия. На основаниях какого законодательства, какой страны, ты меня объяснишь, я не понимаю. Демократия, это вот и есть на выборах, ты видишь, чего люди хотят. Подожди, подожди, стой, стой, не снова больше. Желтые жилеты в Европе. Что там? Что там? Вышли, да? Вышли люди, да? И чего? И чего дальше? Требули отставки, Требули того, требующим. И что дальше? И французское правительство к этому прислушалась и сделала где-то изменения. Они не будут. Ага. Они не будут все требования выполнять. А желтые жилеты, сколько, блядь, длились нахуй, полтора года, да? Они закончились? А, подожди, они долго, долго принимали. Закончились? Они иссяклись, нахуй. А сколько, блядь, а сколько погибших, блядь, было, нахуй, на демонстрациях? Не знаю. Сколько там были погибших? Подожди, подожди, это принцип демократии, да? То есть, люди ухолк на улицу и все должны вот так вот, блядь, попу нам намазал, развернулся. Ой, Саша, что там такое? Да, 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 фридом, это как украинское, украинское телевидение, да? Могода не получает, ее завоевывает. Реально? Да, 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 да. Ты за свои идеалы должен бороться. Да, все правильно, все правильно. Ты должен бороться за свои идеалы, То есть, смотрите, какая фишка. Когда попытка переворота в Германии, это сепаратисты, им дают огромные сроки, да? Несмотря на то, что это пенсионеры, да? В Германии, они там слышали, да? Фридрих VI, да, или кто там, блядь, попытался, блядь, сделать переворот с пенсионерами. Какой Фридрих VI? Что там дальше? Что там дальше? Фридрих VI. О, вы не слышали? я понял, да. Я понял, да. То есть, там один из Гогенцолернов, или Гогенцолернов, да, да, то есть, в Германии. Сколько дали, сколько дали людям? Если ты сравниваешь с переворотом в Украине, то, подожди, подожди, сколько дали людям? Сколько дали людям? Людям дали в районе десятка лет, да, плюс-минус, там... За государственный переворот? Да, за попытку, за попытку, государство, это даже не государственный переворот, это попытка. За попытку, один человек погиб. Ты про США, вот это ты зря приплел, потому что... Погибла, погибла... Подожди, подожди, погибла женщина, ветеран, погибла женщина, ветеран, да? да, я помню. Крепопытки штурма Белого дома, как их назвали в Конгрессии? Капитоли, 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 да, согласен, Капитоли. Блядь, как их назвали? Внутренние террористы. А теперь внимание на Украину переносится. Панадуская, блядь, мы все смогли, блядь, да? Вот это огромное количество... Это, блядь, народ поддержал, и мы смогли, и мы все перевернули. Смотрите, как получается, блядь, да, интересно. Внутри Европы и Запада нельзя такие вещи, блядь, производить, а на Украине, блядь, это поддерживается. Как это, блядь, исчисляется? Серьезно? 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 А я видел... А я видел другое. А я видел другое. Видел женщин, которые раздавали там печенюшечки, блядь, на Майдане. Это было... Ну смотри, вот ты же, ты же сам берешь, перечисляешь реально одинаковые вот события и не можешь из этого сделать вывод, почему вот там получается... То есть у тебя вывод, что украинцам разрешили это сделать, а остальные... Их поддержали. Кто-то не... Скажи нам, кто им разрешил, а тем не разрешили? Кто эти люди? Подожди, а кто не разрешал? Украину... Ты же сказал, ты сказал, что украинцам разрешили сделать Майдан, а американцы... Европа и Запад поддержали, правильно, да? поддерживали, да? Слава Богу, я уже думал, ты сейчас будешь про мировое правительство говорить. Слава Геранин, да, помоги. Помоги. А мне интересно, почему же, блядь, никто не поддержал в Европе или на Западе, да, вот такие вот... Мы не очень про то, что в Европе, и мы тебе можем рассказать, вот в США вот этот... Капитолик, да, допустим, внутренний террорист, да. Трамп проиграл выборы, но он... Интересный, интересный, кстати, вопросик, да? А вы видели видео записи, где люди жгли бюллетени? Да, я видел. Как вы думаете, это фальсификационный или настоящий видео? Нет, нет, нет. Никит, я, если что, на минуточку, бывший член УИКС промышающего голоса. Я помню, ты говоришь, да. Приводелись. Ну, блядь, так получилось. Да, да, да. Я помню, ты еще в Тюмени был, да. На избирательной даме. Никита, если ты увидишь мое резюме на LinkedIn, ты охуеешь. Я реально всем этим занимаюсь. Да я уже охуел. Это правда. Я реально всем это делал. И мы тут все охуели тоже. Так вот, член участковой избирательной комиссии. Я делал эти выборы. Я бы с ним поосторожнее. Я ставил урны, там, ширмы, бюллетени. Все это я делал в России. Причем несколько компаний подряд. Так вот. А кем финансировалось? Кем финансировалось? В смысле, УИК. Участковая избирательная комиссия. Государство. Государство. А, государство, да. Член избирательного комитета. Вот когда ты на выборы ходишь, если ты ходишь, конечно. То есть, мы все организовали. Один раз ходил. Ну вот. Кто все это организовывает, это я был. Один из, ну, то есть, вот эти вот люди, которые там делают все. Понятно. Моя, понимаю, да. Ну и вот. Вбрасывали ли вот эти, в Америке, во время выборов Байдена, жглили, там, выбрасывали бурные эти бюллетени? Бурный, в смысле, дампстер в этот, в трэш, да? Да, было. Было. Никита, было. Ну, я свечку не держал, я видел, видел, которое ты говоришь. Да? Было ли это федеральное или по какой-то там такой глобальной указке кого-то? I don't think so. То есть, я не думаю. Скорее всего, это была местная инициатива на местах. Типа, мы такие все трамписты, хуисты, я не знаю, мы решили вот сами такое сделать. Это мое личное мнение. Это при том, что прямых выборов нету, да, я понимаю. Это мое личное мнение, что какие-то конкретные участок на месте решили такую хуйню и в итоге сделали медвежью услугу. Просто, чтобы ты понимал, он, скорее всего, республиканцев, не, он за либертарианцев голосовал. Я либертарианец. Don't trade on me. Я бы голосовал за республиканцев, честно говоря, но мне просто Трамп не очень нравится. А я думал, ты за Украину будешь голосовать. Не баллокируется никто, видишь, что за Украину вообще. Смотри, вот эта атака на Капитолий, Трамп подал множество исков на непризнание этих выборов правильных. 63, по-моему, или 68, я не помню, в той точке, 63, либо 68 исков, все из которых были отклонены. Причем, судьями во многих этих вещах, во многих этих процессах были республиканцы. Судебная система, то есть, это очень важно, вот мне кажется, что проблема России, самая главная проблема даже не в Путине, а в том, что судебная система зависима. В Америке судебная система независима. От чего зависима? Говорят, сделай вот этот, вот такой должен быть результат суда. в США ты не можешь просто, ты... А кто приходит? Ну, то есть, чтобы понимать схему, допустим, не знаю, товарищ майор, да, то есть, любой майор может прийти. под которым лед трескается. Не знаю. Я не знаю, кто приходит. В разных кучах разные... Знаешь, где ты? Я закончу про выборы в США. Так вот, 63 иска было от Трампа в разных штатах, в разных каунти, в разных графствах, ни один из которых, вообще ни один, ни один просто. У нас кончилось, нам надо ехать. Да, у нас виски есть. Я не хочу твоей виски. Ольга, дайте, пожалуйста, виски. Я не хочу твоей виски, ну, как бы... Майма то, что майма. Саша, не хочешь, не пьешь. У нас свобода. Без острые камни. Не хочешь, не пьешь. Я просто очень люблю, Никита, я очень люблю Ром. Очень приятно видеть беседу. Бля, ну, бутылка, бутылка, вот эта прям охуитительная с черепушкой, которая прям... Человек приятно видеть беседу. Да, вот эта бутылка просто... Да, бля, прям охуинная бутылка отвечает. Просто... Знаешь, что значит каннон бласт? Да мне похуй, по-по-по-по-по-по-по-плядь. Как переводится к каннон бласт? Сейчас что такое? Поверни, 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 Я знаю, что ты хочешь череп увидеть. Да, да, бля, вот такую я себе набью нагрузил. Знаешь, что значит каннон бласт? Пушечное ядро? Бля, какое ты много? Ну, давай, хорошо расскажи. Это пушечное ядро от пиратской пушки. А, бля, пушку. да, это получается ты прям оттуда, да, бля, со слайперской винтовки, да? Нет, я уехал. Как ты поддержал? Потом я уехал из России. Саша, ты понимаешь, что он тебя троллит? Да. Я просто чуть подзадориваю, бля, гради шутки, честно сказать. Я не хочу ребятишки отвечаю, блядь.